привет всем подписчикам канала сейчас я попробую вам рассказать как вы просили более медленно и как бы без вот этих вот как вы сказали быстрых махов пальцами как можно пользоваться вашим android устройством чтобы и вам было хорошо и его не глючила и чтобы всех все устроило чтобы вы с ним жили долго и счастливо на этот раз медленно доходчиво не по большому количеству ну и скажем так растянута чтобы не было претензий ко мне по поводу того что я отдаю информацию слишком быстро из меня плохой учитель теперь у нас все будет разделено на пункты и на уроки все смотрим но народ сейчас мы разберемся с зарядкой что это с чем ее едят как куда чего и почему первое любое устройство имеет батарейку здесь она в частности условно несъемная у многих крышки снимается там батарейка у некоторых вообще как бы крышка является батарейка но это все не важно суть том что все устройства требуют чтобы их заряжали не только чистили от грязи вот от этой вот но и заряжали для этого как всегда есть порт бывает вот такой раньше на телефонах там частности nokia и так далее было как такая круглая дырочка как у кого-то наушники бывает более сложный порт вот такой но это все не важно порт всегда есть для этого порт порта или короче для этой фигни по нашему всегда в комплекте идет какой-то кабель вот для этого телефона он идет вот с таким вот штекеречка и если мы хотим его заряжать первое что нам нужно сделать нужно всунуть аккуратно штекер здесь мы видим форма нечто типа трапеции штекер такой же таким образом не путаем что куда самая длинная сторона на штекере должна соответствовать самой длинной стороне в гнезде пробую попасть сквозь камеру надеюсь попал пану вот не глядя в аппарат все подключили если тот конец уже подключен к зарядке аппарат оживиться покажет что идет заряд он молния на батарейке если нет то подключаем зарядки далее зарядки возможны разные можно пользоваться комплектной поскольку в комплекте к телефону в 95 процентах случаев идет зарядное устройство можно использовать сторонние но я в частности использую стороннюю умную зарядку плюс еще и тестер я слежу за процессом таким образом я вижу параметры питания которые используют этот смартфон это полезно если у вас с ним беда если телефон новый то есть это в общем ненужная вещь вот это вот тестер а вот умная зарядка хороша тем что когда аппарат заряжается например волнами вот как мы сейчас видим он показывает это тем что экран то гаснет то загорает и говорит о том что там стоит какой-то дешевенький контроллер это специфика дешевых телефонов и они все заряжаются такими волнами чтобы это не бесило постоянно включающаяся подсветка заряжать его лучше от обычной зарядки если аппарат подороже 50 долларов то там обычно не волновая нормальная зарядка экран один раз загорается показывает параметры заряда и гасится плюс этой зарядки в том что она примерно показывает напругу сама то есть там идет не напруга силу тока до 1 ампера или до двух с половиной ампер плюс когда аппарат зарядиться она прекращает подачу тока в отличие от обычной зарядки обычная зарядка может продолжать капель на путь чуть-чуть заряжать это отключится больше ничего полезного в ней для обычного пользователя нет когда аппарат у вас заряжается он само собой будет греться то есть если мы попробуем сейчас мы холодный но через час он будет уже того и хорошенько теплый если аппарат дорогой то может даже не греться некоторые фирмы этого добиваются там жидкостным охлаждением еще чем-нибудь ну неважно блок питания соответственно ну или зарядное устройство тоже будет греться у меня вот здесь на таком зарядке она вся нагревается там и так далее то есть вот так вот мы заряжаем устройство рекомендую заряжать не ранее чем когда у вас будет меньше половины батарейки а лучше когда процентов там 10 но если вам нужно куда-то телефон разрежен само собой заряжаем если вам нужно надолго то обязательно до ста процентов если ненадолго или например вас вот вырви глаз нужно бежать заряжаем как пришлось литий-ион литий-полимер не постоянно но все-таки может выдержать вот такие циклы то есть хотя бы раз в месяц нужно делать правильно цикл разряжать до почти просадки процентов до 5 заряжать до 100 процентов с передержкой минут 5-7 поскольку многие аппараты пишут что у них 100 процентов еще на 98 это такая вот у них защита от перезагрузки от перезарядки ну в общем все про зарядку ну что друзья теперь я включил компьютер я надеюсь многие поняли зачем сейчас я покажу как подключается телефон компьютер ну во первых у вас телефон должен иметь такую возможность но 95 процентов смартфонов это умеют если вообще 99 чаще всего подключение происходит вот сюда же в этот порт который же для зарядки и провод должен тоже уметь подключаться многие у меня уже смотрели видео не подключается компьютеру или как-то так и уже название не помню видео старые и многие поняли что они просто берут провод который только для зарядки пытаются подключиться компьютер вот этот провод тире браслетик у меня универсальный он умеет все при этом он даже удлиненный как для блэкви bv 6000 и других защищенных смартфонов как мы производим подсоединение во первых провод втыкается в компьютер одним концом у меня через удлинитель потому что я должен вам это показать и полезу же я извините жопой кверху под стол и втыкать провод туда буду и телефон будет там же я удлинителем вывел его на рабочий стол теперь подключаем компьютер должен квакнуть сказать что что-то произошло ничего у нас пока не говорит потому что мы в телефоне это не активировали я думаю хотя вот включено устройство не опознано пробуем дубль 2 винда всегда первый раз знакомиться не сразу понятно не нравится ему что-то на попробуем другой провод видимо этот провод ему уже не как у меня используется два года может я разболтал проверяем вот этот провод на совместимость компьютером что-то ничего не происходит неужто и этот только для зарядки или у меня раздолбанное гнездо хорошо мне удлинители 2 я не гордый возьмем второй возьмем снова этот провод который хоть и два года работает но по моему очень хороший и пробуем заново подключить о все вот она устройство 10 значит у меня с переходником беда нажав на компьютере на вот это вот всплывшее окошко мы можем увидеть что он может предложить можно открыть ничего не делать синхронизировать музыку фото и так далее после того как он написал что устройство готово можно нажать открыть и мы увидим содержимое смартфона в данном случае мы ни хрена не видим потому что мы в телефоне еще не активировали режим показа этих самых файлов сейчас немножко наеду чтобы видели опускаем шторку и в шторке написано сейчас только зарядка нажимаем на этот ярлычок выбираем передачу файлов на компьютере сразу все изменилось ой не успел сразу появился внутренний накопитель этого телефона была бы карта появилась бы еще и карта простейшее нажатие одним кликом мышки и мы внутри телефона теперь вот сюда вот можно как раз запихать музыку и после этого она будет воспроизводиться вот таким простейшим образом мы подключаемся к компьютеру если у вас возникли проблемы то смотрим видео по подключению вашего к телефона к компьютеру для тех у кого проблемы вот там вот сверху будет ссылочка теперь попробуем разобраться с вайфаем что это такое как его едят с чем и так далее если у вас дома есть роутер или у вас оператор предоставляет роутер или рядом с вами кафешки торговый центр и так далее во всех этих местах чаще всего есть вайфай роутер это у вас вокруг вас где то есть вайфай сети залезаем в настройки вайфая или так или через шестеренку потом настройки и мы попадаем в список доступных вайфай сетей если вы хотят одной из не знаете пароль или если есть открытая сеть то мы можем к ней подключиться вот это у меня в частности уже активно это с открытым доступом то есть без пароля подключаемся просто нажатием если с паролем то он просто спросят введите пароль если пароль введен правильно он к ней подключиться если пароль введен неправильно то он к ней подключаться не сможет он скажет ошибкам идентификации на этом я думаю все более сложного ничего для начала нам знать не нужно подключились и уже хорошо сейчас мы разберем что такое bluetooth это еще один вид беспроводной связи смартфона который позволяет ему подключаться к другим смартфонам компьютером колонкам гарнитуром наушникам пультом управления джойстиком и так далее самый простой пример более яркий вот передо мной колонка с подключением через bluetooth вот смартфон запускаем настройки bluetooth а длительным удержанием отсюда или напоминаю кто не понял шестеренки не успел и bluetooth попадаем сюда же включаем устройство в режим поиска любое устройство с bluetooth включается коротким не не так длительным удержанием и какой-нибудь там звук издает диодик начинает мигать еще что-нибудь но если после того как он это издал продолжить держать кнопку дальше он изменит или звук или диод или мигание или что-нибудь и это будет означать что он вошел в режим сопряжения сейчас вот видят только часы мои да сейчас включим колонку и нажмем обновить если продолжаем держать дальше то что будет хотя здесь может ничего не быть есть эта колоночка то хитрая у окончили из получил спикер по моему вот этим нажатием или удержанием второй кнопки в данном случае перейдем в режим сопряжения так обновляем x702 то она до xq так что нажатие кнопки bluetooth а здесь означает то что нужно перевести обычно кнопка питания просто нажимаем на смартфоне на подключение и он начинает подключение к установке заканчен секси все теперь мы подключены настройках можно посмотреть какие протоколы активны правда когда он уже подключиться полностью не мешаем поначалу когда соединение будет стабильно и тогда он даст уже поковыряться в настройках но отмена вот и можно посмотреть что можно но опять же если вы еще начинающий то лучше это не трогать посмотрели и забыли как этим пользоваться да очень просто теперь любой звук который вы будете делать или там воспроизводительность на вашем смартфоне будет уже происходить через колонку например сейчас мы чуть наговорим на диктофон потом включим это на колонке сейчас мы чё-нибудь наговорим на диктофон потом включим это на колонке вот таким вот образом можно это все проверить соответственно если на телефоне есть музыка или вас там радио можете включить и так далее то звук пойдет через колонку выключается устройство здесь так ну а на смартфоне проще значок bluetooth нажимаем и галочка все bluetooth вырублен соединение остановлено 95 процентах современных смартфонов есть так называемая камера сзади спереди иногда их даже по несколько штук при нажатии на кнопку приложения камера первый раз у нас запросит разрешение на всякие там доступ и само собой нужно разрешить после этого можно пользоваться камерой сначала по умолчанию должен стоять режим фото хотя опять же от производителя зависит ну и также может быть куча режимов видео прячется обычно где-то так когда мы готовы снимать нажимаем на кнопку и пошла запись так же как и с фотографированием при нажатии на эту кнопку он сделает снимок если вы хотите поизменять настройки то здесь всегда и шестереночка или здесь или здесь где-нибудь на экране у некоторых так вот сбоку выдвигается режимы и всякие там хитрые настройки фильтры ну и всякие такие извращения вот если мы залезем настройки то мы можем выбирать разрешение фото не смотрим на неправильный перевод это не размер разрешение хотя размером принципе назвать тоже можно ладно молчу можно включить или выключить записывание системных данных о вашем местоположении в каждую фотографию можно включить или выключить обнаружение лиц у некоторых камер даже есть беззвучный режим когда звука нет при фотографировании хотя по нормам это как бы запрещается можно сделать touch короче ладно по русски фотографирование по прикосновению авто спуск ну короче если все это почитаете много интересного единственное за sd объясняю это минимальная задержка при фотографировании то есть он постоянно перефокусируется второй пункте который советую обратить внимание это качество видео чаще всего стоит высокая но это не максимальное разрешение хорошее это более качественно можно включить выключить микрофон можно изменить аудио настроить совещание это значит он больше тишине будет более четко микрофон все ловить можно поиграться с режимами съемки ну короче как на обычном фотоаппарате никакой разницы то есть все очень даже похоже на фотоаппарат вот сделаем фотку переключаем на видео или вот такими движениями можно если пальцем не попасть и начинаем запись не забываем что в режиме записи у нас там идет счетчик вот слева мы его видим то есть по нему можно наблюдать идет запись или нет нажимаем еще раз стопись остановлена нажатием на вот эту картинку мы залезаем галерею автоматически и смотрим чем тут по наснимали также он спрашивает чем воспроизводить но это уже ваше дело мне вот так вот она напоминаю в тестировании для видео используется аппарат очень дешевый поэтому качество видео средненькое так теперь изучим что такое gps ну во первых это система позиционирования gps в простонародье на самом деле навигация gps от названия американской системы позиционирования где она с чем едят и все такое есть пунктик в настройках называется местоположение здесь можно включить по каким устройством он будет отслеживать где вы находитесь можно по вай фай bluetooth мобильным сетям и так далее можно по спутникам можно все сразу как вот у меня выбрана после того как вы это включили какая-либо программа навигации например google карты она уже будет показывать где вы находитесь на карте получаю данные вот устройство данного смартфона если в нем есть gps он я сейчас в 95 процентов устройств то именно по нему он сейчас будет находить где я если нет значит по сотовым сетям и так далее то есть меня вот в таком режиме не колебет почему он его нашел главное у меня найдет самое главное что если не будет сотовых сетей он переключится на gps и все равно будет легко находить где я все это показывать показывать мои движения на карте и так далее если вас интересует именно посмотреть работает ли у вас gps маркете gps тест и там куча программ которые позволяют протестировать работу вашего gps устройства в моем случае мне нравится программулька который сейчас покажу так почему а ниже таска почему ее нет вот она gps info плюс глонасс она показывает по крайней мере если тут кроме gps еще и глонасс модуль пойду модуль и так далее мошка уйди от камеры все ты не съешь она большая куда мошка взялась заразу все минус мошка открываем программу разрешаем ей доступ ко всему чему она просит иначе она не сможет работать и далее вот на этом пункте если бы я сейчас был около окна он бы показывал заполнить заполненность уровней то есть визуально показывал качество приема с каждого спутника соответственно здесь он показывает что он видит 12 спутников но прием настолько поганый что здесь он их не видит про это я уточнять не буду я думаю тут все достаточно понятно если вы умеете читать как программа называется этому это уже запомнили ну как пользоваться диктофоном косвенно мы уже засекли но замечу одно что при использовании диктофона и у нас тут вот можно сохранять сразу же можно сразу не сохранять то есть можно нажать паузу что-то доделать потом продолжить с этого же места и это будет один файл как только вы нажали паузу он не пишет когда вы продолжили вот теперь он пишет но когда вы нажмете стоп он сохранит этот файл но опять же пока он сохранит его в оперативку хотите сохранить его навсегда нажимаем кнопку сохранить после этого он появится в списке и это можно просто сразу же можно сразу не сохранять то есть можно продолжить с этим видео что это один файл как только вы нажали теперь он пишет но когда вы нажмете стоп вот и все так что диктофоном пользуясь можно уже заранее сшивать кучу звуковых дорожек в одну и прикольно получается даже без редактора также само собой можно в маркете скачать другие диктофоны тут их море они все чем-либо то отличаются как русский дай мне вот также на базе таких же программ существует запись переговоров с телефона но это все как бы вокруг одного же крутится микрофон мой диктофонов маркетинга хрена поэтому извините за грубость разберетесь сами когда вы уже нафоткали у вас есть то что хочется кому-то показать для этого существует галерея или google фото на некоторых аппаратах картинка на самом деле в основном одинаковая но суть от этого не меняется google фото вы можете через заливать в облако в обычной галерее просто посмотреть заходим нажимаем он показывает все что у него имеется можно по ним перемещаться можно их увеличивать можно листать вот так красиво если вы там есть видео то есть произвести так что могу сказать только одно что когда вы будете иметь множество разных программ для фото-видеосъемки у вас будет галереи не одна папочка а куча папочек но также можно разделить по местам по датам это все фильтры сортировки и так далее отсюда же есть прямой доступ прямо к самой камере но я больше не знаю что сказать про галерею галерея это вот такая фишка для просмотра фото видео теперь о музыке если вы хотите использовать телефон как плеер то вам нужно в диспетчере файлов про который мы уже проходили папку music записать свою музыку когда она здесь будет дальше делаем по-другому заходим приложение в меню приложение скажем так находим пункт музыка или любой другой аудиоплеер который вы себе поставили и вот здесь вот у вас появится заполнить заполненный скажем так вот здесь появятся записи меня пока только и отсюда в частности напоминаю можно поставить на звонок любую тему любой абсолютно мелодию когда вас пользует музыки будет много то вам придется использовать сортировку можно пользоваться добавленным пунктом добавленные недавно ну а можно скачать сторонний плеер как я уже сказал и там сортировка все намного проще то есть маркете набираем музык или плеер он нам даст всевозможные программы связанные с этим частности есть программы которые музыку гонят из интернета вот как яндекс музыка например есть программы которые просто воспроизводят то что у вас на смартфоне вот как music player там музыкальный плеера осп и так далее с этим разобраться несложно в каждой программе всегда при запуске есть знакомство она объяснит какие пользоваться в большинстве смартфонов в наличии радиоприемник если вы хотите им пользоваться даже через громкую связь чаще всего нам нужно все равно подключить какие-либо наушники сейчас мы смотрим если в этом радио вот fm радио при запуске она говорит что если хотите слушать включите наушники такая гнездо которые надеюсь у вас есть если нету то придется искать переходник вот через это гнездо тоже наушники часто подключаются и все после этого мы заходим настройки не нужно устроить сканирование как бы каналов вот включилась радио звук можно переключить туда сюда динамик на самом деле это для любого учителя ваша победа найти ребенок и соответственно поиск можно до станции можно по чуть-чуть то есть маленький треугольничек это точный поиск большой это до следующей радио станции если вам радио станция понравилась можно нажать звездочку то есть у вас уже появилась в избранном одно радио радио рус какое-то название я думаю ему можно изменить с помощью нажатия на эти три точечки и назвать его как вы хотите вот так вот у нас работает радио в смартфонах только при гарнитуре чаще всего